Всем привет! С вами Дмитрий Побединский, вы на канале Кверти. Как летает самолет? Почему крученый мяч летит по дуге? И чем опасен поезд Сапсан? В этом выпуске мы ответим на все эти вопросы и проведем зрелищный эксперимент. И давайте начнем с эксперимента. Будем использовать то, что доступно, пожалуй, каждому. Воздух и бумагу. С их помощью можно проиллюстрировать удивительное уравнение Бернулли. Итак, у меня есть два изогнутых листа бумаги. Что будет, если я подую между ними? Казалось бы, они должны разойтись, но... Они наоборот сходятся. Как такое может быть? Дело в том, что согласно уравнению Бернулли, чем больше скорость потока, тем меньше давление в нем. Ну, можно образно сказать, что чем быстрее движутся молекулы, тем меньше времени у них для того, чтобы нормально удариться о поверхность и создать должное давление. Вот и получается, что между листов бумаги давление уменьшается, а снаружи остается прежнее атмосферное давление. И под действием разности давлений листы прижимаются друг к другу. Но можно сделать еще круче. Для этого нужна бумага полегче, да и скорость воздуха побольше. Принцип тот же. Когда воздух дует над поверхностью бумаги, там возникает область пониженного давления. И под действием разности давлений она поднимается. Так вообще можно создать настоящую туалетную пушку. Так, хватит, хватит. Давайте серьезно. На самом деле этот принцип может приводить к более трагическим последствиям, чем просто быстрый расход туалетной бумаги. Если мимо вас проезжает скоростной поезд, он увлекает за собой много воздуха. И его скорость может быть настолько высока, что полученное разрежение может затянуть под поезд, если стоять слишком близко. Тот же эффект можно почувствовать в припаркованном на трассе автомобиле. Когда мимо проезжает многотонная фура, он резко притягивается к ней. Отчасти из-за этого на автострадах запрещено парковаться на обочине. Незнание уравнения Бернули сыграло злую шутку с трансантлантическим лайнером Олимпик, близнецом Титаника. В 1911 году он столкнулся с небольшим крейсером и не утонул, но все же получил серьезные повреждения. Так при чем же тут Бернули? Когда корабли идут параллельным курсом, между ними как бы образуется водяной канал. Он сужается, соответственно скорость потока в нем увеличивается и давление уменьшается. По сути это похоже на два листа бумаги, которые я показывал раньше. Корабли начинают притягиваться и чем больше разница в размерах кораблей, тем сильнее действует это притяжение на меньшей из них. Он просто-напросто теряет управление и начинает бесконтрольно приближаться к большему кораблю. Это и произошло в 1911 году. Но ошибки прошлого учтены и сейчас капитаны знают, как не допустить такой ситуации. Но неужели от этого принципа один только вред? Вовсе нет. Благодаря ему возникает подъемная сила, действующая на крыло самолета. Дело в том, что по разным причинам, форма крыла, угол наклона, воздух над крылом движется чуть быстрее, чем под ним. Получается, что сверху давление меньше и разность давлений создает силу, направленную вверх. И кстати, заставить воздух двигаться где-то быстрее, где-то медленнее можно и по-другому. Просто использовать вращающийся цилиндр. Часть молекул как бы прилипает к поверхности, и от этого набегающий поток воздуха с одной стороны тормозится, а с другой стороны разгоняется. Возникает разность давлений и вместе с ней подъемная сила. Такой самолет был даже создан, однако только в качестве эксперимента. Ведь в таком случае лобовое сопротивление очень велико, и это, конечно, непрактично. Возникновение такой силы при вращении в набегающем потоке воздуха называют эффектом Магнуса. И на самом деле в некоторых областях техники его применение очень даже оправдано. Посмотрите на этот корабль. Вот эти торчащие штуки — это не трубы. Это вращающиеся цилиндры, которые помогают сэкономить топливо, представляете? Если дует боковой ветер, то согласно эффекту Магнуса возникает сила, которая может двигать корабль вперед и помогать основному двигателю. Используя эффект Магнуса, можно построить ветряные электростанции, которые будут работать, но при очень тихом ветре. Ну и, конечно же, крученые мечи летят по дуге также из-за этого эффекта. Как видите, инженерная мысль порой бывает очень необычной. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте в комментариях пожелания по темам для следующих видео. И спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok